А чего вы так много об Олимпиаде? Она уже прошла. Вы понимаете, это же не богадельня. Здесь приходят уже спортсмены, такие фанатичного плана, которые готовы к любым невзгодам, к любым нагрузкам. Они пришли в сборную команду, они пришли в команду лидера мирового. Они знают, что будет трудно, и они готовы на это. Кто не готов, они не идут. Ко мне прилетела дочь с моком, и я проводила, можно сказать, в домашнем уюте, в домашних заботах, которых я лишена почти круглый год, потому что дочка живет далеко. А потом к друзьям уехала, она немножечко отдохнула совсем у друзей на Кипре. Вот мой отдых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цикл только начинается. Все начинается сначала. Аж пар идет, как идут тренировки. Идет отбор, набор. Девочки только входят в форму, те, которые после Олимпиады отдыхали. Так что работа кипит. Сейчас еще вот такой период еще. Вот эти вот дни, вот это вот время, я чувствую себя учительницей. Вот не тренером, а учительницей. Мне так нравится это время. Вот как, наверное, учительницы в первый класс придут, первоклассники, она прям всех обучает. Они еще такие вроде бы уже не детский сад, а в то же время еще и не школьники. Вот я себя так чувствую, прям упиваюсь этой ролью учительницы. Но потом постепенно, ну постепенно как, уже через месяц они должны быть уже такими спортсменками настоящими. И я в таком настроении, можно сказать, блаженном нахожусь. Хвалю их, что потом не будет этого. Я очень редко хвалю, когда уже композиции идут. А сейчас подхваливай, вот получилось. И даже там старшим говорю, вы посмотрите, они лучше вас сделали. Но и, конечно, этим девчонкам, что, ого, ничего себе лучше олимпийских чемпионок сделали. Может быть, это и не так, но это же подбадривает. И этих подстегивает, что, извините меня, свято место пусто не бывает. Их же приходит большее количество, а нужно их выбрать очень немного. И они знают об этом, но они знают, какая честь, что такое выступать за сборную команду России. И вот она наша группа, уважаемые друзья. Роскошные девушки, роскошные купальники. Да нет у меня никакого секрета. Я работаю и работаю, в общем-то. Поэтому вот когда задают мне вопрос, секрет успеха, да не знаю я, в чем секрет. Ой, не знаю. Сложнейшая программа. Мы замолкаем и будем наслаждаться этим выступлением. Вот сбор мы проводили предолимпийские. Мы проводили там, где мы уже были. Люди нас полюбили, хорошо к нам относились очень. Мы вот ехали туда с легким сердцем, что любые, что у нас там будут моменты какие-то, ситуации, что они помогут нам справиться. Все очень хорошо нас воспринимали. Враждебности какой-то мы не испытывали на себя, тем более в Бразилии. Олимпиада, она и есть Олимпиада. Сколько бы она ни проходила, это, конечно, самое волнительное мероприятие. Поэтому действительно, как первый раз. Тревожно, тревожно каждый раз, а на этой Олимпиаде тем более тревожно. Кажется, вот сейчас судьи, может быть, воспримут нас, как в Олимпийском комитете международном проходило, как это ВАДы проходило. Может быть, нет, ничего такого не произошло, все спокойно. Мы видим реакцию, конечно, потрясающую. И даже десятки, уважаемые друзья. Вид-то субъективный. Слухи вот эти доходят, что вроде бы как столько лет русские, вроде бы как вид не развивается. Что в других странах вообще не развивается, что столько лет русские. И забывают, что 25 лет были фавориты американцы. И никто не говорил, что вид не развивается. Я, конечно, хочу поблагодарить Татьяну Николаевну Покровскую. Покровскую, разумеется. Что опять русские? Некоторые говорят. Я не буду указывать пальцем, кто. Китайцы очень много работают. Очень много. Японцы очень много работают. Те, которые хотят завоевать какое-то место, без многочасовой работы никуда не денешься. Никуда не денешься. Вот уж воистину. Команда, без которой нам не жить, уважаемые друзья. Фантастическая сборная по синхронному плаванию. Мы начали цикл. Ну как пойдет, дай бог, чтобы у нас ложи. Девчонки, браво, молодцы. Так держать. Вот это команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова